Я почувствую, что мы ни хера не успеваем. Я могу указать картинки. Вы только с интернетом, я не могу отчуда стартовать на сцену, не оттуда выходить. Этот день должен был реально быть таким вот духом отъемного вау-круто. Но... Другого варианта нет, если хочешь мероприятия. Все, 10.00, 10.00. И вдруг началось шоу, все заработало. Есть кто-то в зале, кто когда-либо кому-либо спас жизнь? Мужчина, вот, можно, пожалуйста? Я тебе подарю самые лучшие часы мира. Я их носил 10 лет. Да, это подарок, действительно. Просто так, действительно, ничего не надо. Спасибо большое. Дената Литвинова с одним имиджем. Или Чулпан Хаматова с другим имиджем. На ладони нас не дозвонят, нас не дозвонят. Спасибо большое. Здорово, что вас по-прежнему много. Силы еще остались. Мы перед конференцией обычно согласовываем текст, выступление примерный с каждым спикером. Но вот следующий спикер, завершающий нашу сегодняшнюю конференцию, прислал нам текст. Я сейчас его процитирую, это довольно забавно. Раньше я думал, что я маркетолог, но потом понял, что это не так. Потом я думал, что я бизнесмен, но с бизнесом что-то не срослось. Потом я думал, что я блогер, но блогером тоже не сумел стать. Поэтому сейчас давайте я просто выступлю, а в конце презентации каждый сам сделает для себя выводы. Ну, мне кажется, что это идеальная совершенно схема, потому что мы здесь собрались не только для того, чтобы послушать, но и для того, чтобы каким-то образом на пользу себе перевести все выступления, которые мы услышим. Итак, давайте встречать нашего следующего спикера. Постоянный спикер конференции АМО Сиэрэ, Руслан Татунашвили. Постоянный спикер конференции АМО Сиэрэ. Ну, здравствуйте, родные. Не знаю, многое поменялось за последний год. И я вам что хочу сказать, что не беспокойтесь ни о чем, потому что каждый из вас, каждый, абсолютно каждый из вас, это целая вселенная. И любые решения, которые вы принимаете, они правильные. Правильные они потому, что ваши. Тот путь, которым вы идете, верный. Верный он потому, что ваш. Мне сейчас стыдно стоять на сцене, потому что мне 31 год. Мы помножили 6 тысяч человек в среднем на 30 лет. То есть, получается, я сейчас стою в окружении 180 тысяч лет опыта. Тысяч лет. Что может 31 год сказать 180 тысячам лет? Является ли опыт одного человека важнее, чем опыт другого? Нет, потому что любой путь правильный. И одновременно мое сердце наполняет радость от того, что благодаря Михаилу, Егору, Ковальчуку, команде АМСРМ и всем вас, всем вам, у нас есть возможность пообщаться на довольно странные темы, которые являются частью чего-то очень древнего. и того, что в передряге лет выпало из нашего обыденного восприятия. Первое, о чем я вам хочу, может быть, не то, что даже посоветовать, а рассказать какой-то свой опыт, да, это о намерениях. Есть куча контента на эту тему, как достигать цели, как ее ставить, как не бежать и так далее. Но, правда, на этот момент мне открыл мой учитель, наставник, большой человек с большой буквы. Его зовут Артем Агабеков, основатель компании «Адвентум», очень крупного рекламного агентства и основатель фабрики «Окон». Он сказал очень просто, у нас тогда была небольшая компания, он сказал, парни, очень просто, вы просто эгоисты. Вы, говорит, не замечали, что вы можете прийти на встречу и взять? Я говорю, да, это так, потому что у нас человек, продавец, закрывал из 10 встреч 8. Он говорит, вы приходите, забираете и все. Это путь эгоиста. Я говорю, Артем, а что делать? Он говорит, очень просто, стань диаметральным человеком. И он мне посоветовал книгу «Далай-ламы, как быть сострадательным», в которой я прочитал такую фразу, что кто такой друг? Друг – это просто человек, который однажды сделал тебе хорошо. А кто такой враг? Это человек, который однажды сделал тебе плохо. И вот Артем дал мне первое задание. Я купил розыск за 60 рублей и подарил ее женщине, которая убирала наш офис. Ну, это реально, вот, были лучшие 60 рублей в моей жизни, которые я куда-то делал. Поэтому у меня поступок Оскара Хартмана, то, что он подарил часы. И я узнал, что там уже в шести нолях измеряется стоимость этих часов. Но это поступок, конечно. Я это сделал, что-то во мне сдвинулось, и мы пошли дальше. И первое, как мы переложили вот этот принцип. То есть прежде чем что-то получить, ты должен что-то отдать. Прежде чем что-то получить, ты должен это заслужить. И вот этот принцип мы применили в маркетинге. Мы снимали, я снял видео про заголовки конверсионные по 4U. И вставил логотип LP-генератор. Ничего LP-генератору не сказав. Мы даже их не знали. И после этого мы им сказали, ребята, мы сняли ролик про заголовки с вашим логотипом. И что мы рекомендуем вашу платформу. И они сказали, о, прикольно. Максим Плосконосов, да, это он. И Артем Кабалкин. И они говорят, давайте мы у себя в блоге разместим. У нас 150 тысяч регистраций подписчиков. Мы сказали, ну, окей. И, в общем, вот эту простую вещь мы на рынке сделали 200 раз. Мы снимали видеоинтервью с Сергеем Пановым. 1 миллион предпринимателей, да, компании «Мое дело». Петр Щикочихин, Врокзилла. Ама, СРМ, Миша, да, уже больше 250 тысяч регистраций тогда было. И Callback Hunter в самом начале был не нужен ни Яндексу, ни Фейсбуку. Потому что запросов не было, интереса не было. Но вот эти люди помогли его двинуть. Поэтому это презентация об этих людях, вы их увидите на фотографиях. Есть точка, где вы находитесь, и точка, куда вы хотите попасть. Что здесь делать? Куча тренингов есть на эту тему. Вы просто берете и идете. У вас есть два варианта. Или вы пойдете кривым путем, но все равно придете, если где-нибудь не сорветесь с дороги. Или просто прямым. Но почему мы забываем об одной простой вещи, что вокруг нас есть 8 миллиардов людей, у которых есть точно такие же точки, куда они хотят попасть. И по простому принципу, если вы сместите фокус внимания с себя на людей и сфокусируетесь на их целях, то когда они достигнут этих целей, люди что начнут делать? Ну, ответ вы сами все знаете. Люди начнут помогать вам. И именно так это все происходило. Мы приглашали людей на интервью, снимали ролик, рассылали по своей базе. Да, там где-то прикольные ролики были, мы старались полезными их снимать. И другая сторона также их рассылала. Таким образом и был сделан Callback Hunter. Все, ничего нового там не было. Callback Hunter каждый может сделать, за один день написать код. Вот фишка именно в этом. Поэтому можете использовать. То есть вы в центре, вы сначала помогаете 100 людям, и потом 100 человек помогают вам. Каким образом это происходит? Даже если у меня сейчас не будет денег, у меня есть стоматолог Роман Игонин, у которого стоматология Менделеев. У меня есть сеть станции, да, Вилгуд. И таким образом 100 людей вокруг, которые помогают тебе, и ты помогаешь им, даже когда нет денег. И размотаем вот обычно причинно-следственную цепочку. То есть есть мы, и мы стремимся за какими-то благами, продуктами, ресурсами. Ну пусть, допустим, это будут материальные. Вот мы за ними бежим. Ресурсы принадлежат кому? Так или иначе продукты в виде машин, квартир, домов и путешествий принадлежат компаниям. Компании принадлежат кому? Компании также принадлежат людям. Или люди в них работают. Таким образом, замыкая цепь, получается парадокс, что мы бежим за ресурсами, чтобы купить по полной цене у компаний, которые являются владельцами людей, которые являются нашими друзьями. И как говорит Олег Маркелов, наш большой друг из Индии, вот он сидит где-то там, я не знаю, да, с сыном Максимом, поступите просто наоборот. То есть сначала вы выстраиваете отношения с людьми, просто однажды сделав им хорошо в направлении их цели. Люди управляют своими компаниями, которые уже могут распиарить вас, они могут дать вам просто продукт, помочь чем-то, советам и так далее. И они уже влияют на ресурсы, в итоге вы их получаете. И очень много вещей в жизни делая наоборот, ну вы достигнете цели быстрее. Поэтому если вы берете, нашли на улице горсть пшеницы и держите в руках, то у вас в руках просто горсть пшеницы. Потом пришли люди и выдумали капитализм, и получили примерно следующее, что вы можете поменять горсть пшеницы на горсть риса. Ну принципиально нового в калориях ничего не произошло. Но если вы отдаете, то на одно зернышко вы получаете 30-кратный рост, но чуть попозже. И вот поэтому так и получается, что эгоист побеждает на короткой дистанции, альтруист побеждает на длинной. Потому что если бы эгоисты побеждали на длинной, альтруистов тогда бы не было, а они есть. Народная мудрость, да? Это, кстати, можете не хлопать, потому что это все не мое, это просто информацию я впитывал и за год я даю. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Хочешь идти быстро, иди один. Хочешь идти далеко, идите вместе. И хочешь, чтобы помогли тебе, поступи наоборот. Сначала помоги сам. Поэтому что лучше, брать или отдавать? Вы можете брать и побеждать в короткую. Вы можете отдавать и побеждать в длинную. Но самое главное, чуваки, ни о чем не беспокойтесь. Потому что любое движение, которое вы делаете, оно правильное. Потому что является частью вашего правильного пути. Второй момент по поводу сомнений. У нас вот тоже можно так услышать, что избавься от сомнений, то есть отбросите страхи. Но давайте взглянем, что такое сомнение вообще. Вот мы специальное видео для вас сняли. Этого кота зовут мышь. Вернее, кошка-мышь. Посмотрите на эти глаза. Сомнение, которое вы видите в этих глазах, в нашем обществе считается чем-то плохим. Но по факту сомнения сохраняли жизнь этому существу, его роду, миллионы лет. Миллионы лет сомнения помогали нам выживать. Сомнения помогали нам точнее принимать решения на основе интуиции. Поэтому, когда мы боремся с сомнениями, считайте, что вы боретесь фактически с кусочем своей личности. Это очень недалеко от шизофрении. Поэтому что можно сделать с сомнениями? Это просто их принять, послушать, услышать их, что они говорят. И на основе уже расставленных точек принимать решение. Или вот вам второй. Ну вот в бою побеждает тот, кто больше боялся. Знание пределов есть большая сила. Не так важно, насколько мощный протектор у ваших зимних шин. Это не так важно. Важно головой понимать границу сцепления шин с дорогой. Даже на летних шинах вы можете зимой ездить без проблем. Главное понимать границу своей страсти, границу любой вещи. Вот в этом сила, а не в том, чтобы просто быть сильным. И сомнение это наш большой друг. Вот вам второй пример. Я со своей ногой снимал. Когда вы не сомневаетесь, вы бежите по лесу, по незнакомой местности. То есть и тот шуруп или палка, которая торчит, вы просто ее даже не увидите. Потому что вы бежите и вы бежите в кроссовках. Но если мы посмотрим на вторую ситуацию, когда человек осторожный и у него не такая корона на голове, что я сильный, а он сомневается, идет по новой территории с осторожностью, тогда он избежит любой опасности абсолютно. И лучше всего босиком. Поэтому что нужно делать? Сомневаться или не сомневаться? Вы можете сомневаться, тогда вы будете более осторожны и ваша жизнь сохранится на более длинной перспективе. Это то же самое можете переменить все в бизнесе. Или можете не сомневаться и подвергаться опасности. Но в любом случае ни о чем не беспокойтесь. Это ваш путь. Ошибки. У нас вот в школе говорят, что ошибаться это плохо. Я не говорю, что школу надо менять. Просто мне внушили, что ошибаться это плохо. Что ошибок ты не должен допускать. Но давайте с вами на секунду представим мир, в котором нет ошибок, стресса и квестов. То есть ты захотел мотоцикл, раз у тебя мотоцикл. Захотел квартиру на квартиру, захотел любимую женщину, вот она у тебя появилась. Захотел в космос, раз и ты там в космосе. То есть фактически это мир, в котором все возможно, в котором нет ошибок. Ну будет ли иметь ценность этот мир? Никакой ценности иметь не будет, потому что все будут бессмертны. А в мифологии самое страшное наказание это бессмертная жизнь. Поэтому то, что наша жизнь имеет конец, это большое счастье. Именно поэтому мы можем ценить настоящий момент. И потом есть огромное преимущество, потому что тот мир фантазии, в котором все реально, на самом деле это сны. А тот мир, который реальный, вот он реальный. Поэтому вы можете гулять и там, и там. Вместо того, чтобы долго объяснять сыну, что спички и огонь это плохо, это ошибка, вы можете просто сказать ему, парень, ну я не знаю, вот на коробок, зажги его прямо сейчас просто. Возьми просто огонь хоть, что камень. Ничего страшного не произойдет. Но зато у ребенка сформируется очень четкая картина мира, что такое огонь без лишних консультаций. То же самое на велосипеде. То есть если долго ребенка держать за шкирку и вот бояться его отпустить, да, он поедет, и он поедет хорошо, но он потом с мотоцикла разобьется. И чем раньше ребенок с велосипеда упадет, тем раньше он поймет, что в принципе это опасная вещь, его никто не держит, и он только сам потихоньку-потихоньку может двинуться дальше. Индейская тоже мудрость. Если мы лошадь привязываем к столбу, разве ждем мы, что она нагуляет силу? И сломанная кость, если кто-то ломал, вы знаете, что в том месте она больше никогда не ломается. Начинайте чувствовать, что ошибки и сомнения это не наши враги. Это наши большие помощники, да. Поэтому то, что Оскар еще говорил, очень важная вещь синхронно со мной, да. То, что ошибки это как точки, как точки роста на вашем пути. И только в них мы поднимаемся. Еще ни один успех не сделал никого лучше. То есть он добавляет короны на голове, но совершенства и зрелости он не добавляет. Поэтому ошибки делают нас более зрелыми. Ошибки это фактически стены нашей картины мира. То есть вы сами для себя решаете, в каких сферах можно чего-то, а в каких сферах нельзя. Ошибки как точки роста. И ошибки это инструмент для самоизменения. И вы посмотрите на людей вокруг, которые вас окружают дома. Все люди находятся в самоизменении. Даже никого не надо консультировать. Все и так понимают, в чем их косяки со временем. Поэтому вот ошибаться нам или избегать ошибок, вы можете ошибаться. И тогда вы будете более опытными, более зрелыми, более мудрыми. Или можете избегать ошибок, тогда вы будете подвергаться опасности. Но опять же, при любых раскладах это ваш путь и он верный. По поводу, четвертый момент, по поводу быть выше. Ну это вообще просто уже настолько, вот все у нас хотят быть там маркетологи номер один, там не знаю, по тайм менеджменту специалисты номер один, там еще в чем-то, да. Но все так стремятся быть лидерами. Но вот посмотрите просто на природу. Это не наш видос, я с ютуба скачал. Капли, с неба падают капли. Капли объединяются в ручейки. Ручейки, в свою очередь, объединяются в реки. И реки, вы сами знаете, куда попадают в океан. Почему это происходит? Почему? Вот для меня это тоже было загадкой, потому что все это происходит по той же причине, почему и волейбольный мяч делает вот такие движения. Одна и та же причина. Потому что то, куда он идет, находится ниже. Поэтому вы можете сопротивляться этой, как бы, я не знаю, вселенной этим законам физики и пытаться что-то закинуть наверх. Но если вы ставите себя ниже, ниже при приеме человека на работу, ниже, когда вы общаетесь с сотрудниками, ниже при общении с клиентом, ниже при общении с вашими близкими, у вас все будет вообще ровно. Вот как получилось, я приехал в Санкт-Петербург и, то есть, настал такой момент, когда вот я понял, что я не бизнесмен и не блогер. Я понял, что вот Колбы Хантеру нужна новая жизнь, да, нужна новая кровь, нужны новые идеи. И я понял, что я должен выйти. Я написал 30 людям простую смс-ку, в которой написал, что я уезжаю в лес, пока куда не знаю, но что я отдаю компанию, да, отдаю ее, причем продаю по любой цене. Через несколько часов Миша мне прислал вот такой ответ. Руслан, привет, интересно, хочу поговорить с Ильей, но следующая смс-ка, Руслан, за такую-то цену заберу сегодня, поговорю с Ильей, смогу, предлежит больше. Чем это является смс-ка моя? Она не является сильной, это проявление слабости, то есть, когда ты говоришь другой стороне, что ты заранее согласен на ее условия. Поэтому другая сторона, она уже не будет стараться тебя ужимать. Другая сторона будет, естественно, пытаться быть достойным, потому что если человек находится ниже или существо, ты не можешь на него давить силы, это невозможно. Поэтому, если вы ставите себя ниже, то события и ресурсы будут сами заваливаться в вашу сторону. Можете ставить себя ниже в абсолютно разных аспектах сообщения с людьми. И очень важно, вот в Красноярске, друг Шилова, Дмитрия, вот такую вещь сказал, что не надо путать доброту со слабостью. В нашем мире в настоящее время реально путают просто доброту со слабостью. И скуку со спокойствием еще путают. Поэтому здесь в ответ сами знаете. По поводу слабости. Тоже у нас все сильные такие. Я не говорю, что сильным быть не нужно. Нужно. Но просто я вам хочу рассказать, что есть совершенно другой мир, в котором есть стиль слабости. И девчонки его часто очень используют. Вот вам, допустим, пример. В одном случае мы такие сильные и непоколебимые стоим на своем, а в втором случае мы гибкие и тонкие. Гибкая и тонкая под воздействием стресса сгибается и уступчивая, а твердая уже не сгибается. И оно либо выдерживает стресс, либо ломается совсем. То же самое происходит. Слабость побеждает силу даже здесь. Когда камень входил в воду, повреждение получил камень. Можно ли сказать, что повреждение получила вода? Это невозможно. То же самое, как нельзя убить пустоту. Мягкость. Вот зубы крепче языка, а умирает раньше. Вода камень точит, мягкая. Какой-то сильный танк не изобретит, всегда найдется мягкое болото, которое будет гаражом. И вот вроде диск твердый на колесе, но обратите внимание, каемочка-то мягкая. И вот мягкость в нашем мире очень редкая валюта, которая очень сильно недооценена. Смотрите тоже, как природа устроена. Если вы вставляете весло в воду, вы начинаете двигаться медленно и мягко. Она позволяет вам это делать. Если вы делаете резкое движение, она сразу начинает сопротивляться. Поэтому вот для меня маркетинг современности, он даже скорее не насильно вот это навязывание какой-то вот своей идеологии, что мы вот продаем прям или что-то, а скорее заигрывание. Больше похоже на заигрывание, не знаю, самца за самочкой в природе или парня за девушкой. То есть это скорее игра, нежели чем насилие какое-то. Вот почему мы берем силой то, что не можем взять любовью. Тоже индейская мудрость. Поэтому вот слабое и мягкое – это проявление жизни. Мы все рождаемся слабыми и мягкими, и податливыми, а уходим такими твердыми и очень сильными. Поэтому что нужно применять в жизни? Быть слабым или быть сильным? Это опять же ваше решение. И что бы вы ни выбрали, все в ваших руках. Шестое. Вот из десяти – начинать с великого. Вот 90% стартапов, с которыми мы общались и которые наши были, все рухнет вот в этой яме. Все начинают с великого. И на этом вам следующий вот эксперимент. По 30 секунд я держал зажигалку. Сначала на великом полене. И 30 секунд я держал зажигалку на том, что маленькая. Вы сами логически можете представить, кто жил в деревне и знает, как разжигать костер, что начиная с полена, ты ничего не добьешься. Начиная с малого, ты всего добьешься. Что это такое в бизнесе? Бизнес можно не начинать с открытия компании или покупки, или чего-то, я не знаю, офисной техники. Он начинается с продажи, он начинается с мелочи. Все, есть клиент заинтересован и есть бизнес. Да хоть что ты поставь, я не знаю, если клиента нет, бесполезно что-то делать. Самое большое дерево в мире называется генерал Шерман в обхвате 31 метр. Начинается вот с такого маленького семечка. Если вы хотите сразу создать большую компанию, или вот можно услышать, мы захватим мир, все, доля будет там, 2% это наша. Это то же самое, что сказать, я хочу построить здесь сосну, и она сразу через секунду будет 10-метровая. Это же невозможно. Как наши руки устроены? Мы сначала были маленькие, вырастают большие. Обратите внимание, даже рука взрослого, она даже начинается с мягкости. То есть здесь крупные, да, рычаги, здесь мягкие очень. Все начинается с мягкости. Дорога в 1000 миль начинается с первого шага. Тоже с малого начинается. Если вы хотите преодолеть 1000 миль с одного шага, это будет шпагат. Возможно, последнюю жизнь. Как зовут его? Скажите. Клифф Янг, да, спасибо. Супермарафон. По-моему, он вообще не спал, шел медленнее всех, в итоге обогнал всех супермарафонцев, которые по несколько минут или часов спали. Тот же проявление мягкости. Миша Дашкиев, да, вот мы в кузнице с ним, обожглись об одну и ту же вещь. Это не металл. И об нее обжегся не один предприниматель в России. Называется это вот тоже мышление не маленьким, а большим. Рост. Рост очень губительный для компании. Когда Миша пришел в Callback Hunter, он сразу сказал, диагноз очень простой. Чуваки, вы просто жестко росли. Мы удваивались ежемесячно. Это происходило с франшизной компанией, очень известной в России, очень уважаемого многочеловека. Это происходило с бизнес-молодостью, кассовый разрыв 60 миллионов. Все знают эту историю. У нас был очень большой кассовый разрыв. Все убивает очень быстрый рост. Если мы сосну или колосок начинаем тащить за уши, начинаем поливать их удобрениями, они такие вырастают. В итоге вырываешь с корнем из земли. И ладно еще, что ребята нормально вышли из этой ситуации. Поэтому тот, кто делает большие шаги, уйдет недалеко. Тот, кто стоит на цыпочках, долго не устоит. И тот, кто начинает с великого, придет ничему. Надо ли быть мудрецом или проходить кучу тренингов, чтобы осознавать этого? Кто стоит на цыпочках, долго не устоит. Это очень просто. Если вы в жестком напряжении постоянно работаете, долго не продолжится. Поэтому что нужно сделать? Начинать с великого и малого. Если вы хотите приобретать опыт и ошибки, и мудрость, начинайте с великого. И повторяйте эти ошибки. Если вы начинаете с малого, вы не сможете ошибиться. Стремление к богатству. Блин, я так стесняюсь, когда фоткаются или аплодируют. Дайте я договорю. Конференция про бизнес, трафик, заявки, продажи. Миша не знает текст конференции. Он просто доверился. Я не хочу сказать, что богатство – это плохо. На самом деле, здесь у людей есть деньги, у меня есть деньги, у всех есть деньги. И это на самом деле неплохо, когда вы более-менее понимаете, как устроен мир, и ваша семья счастлива. Но лучший пловец погибает в море. Лучший альпинист погибает в горах. И лучшие психологи часто тоже сходят с ума. Поэтому, как нам погрузиться в состояние рыбака, который, наловив рыбы, приходит домой, ставит рыбу жене, она готовит уху, и он забывает о будочке. Если ты убрался дома, ты пропылесосил, ты забываешь о пылесосе. Ты накопал картошки, ты забываешь о лопате. Почему мы постоянно об этом думаем? Дело в том, что если вы постоянно об этом думаете, то есть мысли тупят ум. То есть чем больше об этом думаешь, тем менее эффективно это будет получаться. Поэтому обратите вот это внимание, пожалуйста, запомните образ этого рыбака. Это очень просто. Умейте останавливаться, реально. И когда Александр Македонский подошел к Диогену, я думаю, знаете, кто такой Диоген, и Александр, он сказал, Диоген, проси у царя, что хочешь. И Диоген сказал, слушай, брат, отойди, солнце загораживаешь. И Александр сказал, я завоевал половину мира, ты мне хочешь что-то посоветовать? Диоген ему сказал очень просто, до того, как ты завоюешь, Александр, вторую половину мира и придешь сюда, ты умрешь. И Александр сказал, хорошо, мы посмотрим. И потом, когда на второй половине мира Александр действительно уходил из жизни, он попросил перед смертью его руки выставить чуть-чуть вот из этого, чтобы знак того, как урок всему миру и людей, которые окружали, и чтобы эта новость дошла до Диогена. Он хотел выразить, что я ничего не смог взять с собой. Я стремился к завоеванию, я стремился к богатству, к славе, но я ничего не могу взять с собой. Понимаете? И по воле случая Диоген и Александр ушли в один и тот же день. Только Александр в возрасте 31 или 33 года, если не ошибаюсь, а Диоген 89 лет. Чуть разница есть. Нагана. Я думаю, вы все знаете, Васю Вакуленко, как он пел в своей песне. Что возьмешь с собой на ковчег? Очень простой вопрос. И Джоб в своей последней исповеди сказал, что только любовь, больше ничего мы не возьмем. Поэтому, если по поводу богатства зал, вот этот зал, допустим, наш дом, и он полон золота и яшмы, мы одеваемся дорого, ездим на дорогих машинах, то никто не сможет их уберечь. Проявляя кичливость, мы сами навлекаем на себя беду. И самое опасное, это опять же не знать границу своей страсти. Проблема не в том, чтобы понять, что цели достигать, это реально, я понял, что мир вообще пластилиновый, что гоняться за этими целями, ну что хочет, что и будет. Он вообще пластилиновый, делайте, что хотите, но знать границу этой страсти очень важно. Альтернатива богатству. В древности ценилось не богатство, ценилась мудрость, и ценилось отношение к людям, и все делалось за уважение. Поэтому богатейте, но в меру, я бы так сказал, тогда можно избежать опасности. Восьмой момент, это проблема моя, эту проблему решили два человека в моей жизни, которые также сидят вот там. Проблема находиться в моменте здесь и сейчас. Оно звучит прикольно, что вроде здесь и сейчас, но я же вроде здесь и сейчас. Но смотрите, что происходит. Если мы возьмем бесконечность, бесконечность, да? Что такое бесконечность? Это просто настоящий момент, который идет из прошлого в будущего. Логично? Вот мы так это нарисуем. И смотрите, что происходит. Половина людей, не знаю, процентов 48, в которые относятся и я, живут в прошлом. Что такое жить в прошлом? Это жить виной. Вот вторая мировая война прошла. Понятно, что о ней нужно помнить, но также надо помнить, что прошлого-то нет. Оно было, но его нет. То есть мы испытываем вину за какие-то свои прошлые ошибки, прошлые свои страдания, что что-то ты не сделал, но этого, к сожалению, нет. И у тебя сейчас человек рядом плачет, рядом с тобой, ты ему можешь помочь, а ты там, а он-то здесь, а того-то уже нет. И вторая проблема, то есть я живу перманентно то в прошлом, то в будущем. Я вот в середине никогда не мог. В будущем, когда ты живешь в будущем, ты живешь страхом. Ну тебе реально страшно. Ты постоянно строишь проекции в своей голове, как ты завтра поступишь, как отреагирует мир, получится, не получится продукт. И вот эти проекции не множатся с миллионной скоростью в голове, и в итоге ты начинаешь погружаться в будущее, которого, кстати, тоже нет. Вот завтра все ждали, а завтра ни разу не наступало. То есть нет прошлого и вины, и нет будущего, нет страха. Таким образом, если вы погружаетесь в центр, вы находитесь в моменте здесь сейчас. И вот когда я на самом деле конференция такой большой стресс для меня, я стою такой в душе, я думаю, я так переживаю, так переживаю, что происходит, что со мной происходит. Я понимаю, что я головой вот здесь стою, хотя это было за неделю до этого. Я понимаю, что если я сейчас хорошо, как вот в Тибете советуют, вот пьешь чай, пей чай, так, я в душе. Я думаю, после душа у меня будет момент, когда я пойду греть машину. Греть машину, потом поедем по дорожке, выйдем на Дмитровку. И я разделил мысленно этап до офиса МСРМ, где мы делали презу, на отрезки. И получилась прикольная вещь, потому что я отпустил вообще будущее и прошлое. И я живу в отрезке, все, я в душе, я наслаждаюсь водой. Потом я наслаждаюсь едой, я наслаждаюсь дорогой. И это прикольная вещь, потому что чем тоньше я начал резать пространство на более тонкие отрезки времени, тем в большую бесконечность ты в итоге проваливаешься. То есть первый временной разрыв, то есть что у нас есть время и пространство. Второй пространственный. Но это вообще, вот это точно, точно я даже сейчас. То есть ты на работе, думаешь про отпуск. Вторую картинку вы сами знаете. Ты в отпуске думаешь про работу. И прикиньте, что нас колбасит по пространству, так еще и по времени. Вот так вот, постоянно. И вот заметьте, как прикольно устроен мир. Вот мы вроде находимся здесь, но мне дальний ряд уже чуть меньше видно. Вот здесь нам чуть меньше видно вот те дальние уже деревья. Почему то, что от нас находится далеко, меньше видно и слышно для нас? Может быть потому, что оно не так важно. Почему так происходит? Поэтому, если мы устраняем разрыв, то погружаемся в бесконечность настоящего момента, о чем все индийские мудрецы всегда и говорили. Поэтому надо ли сохранять разрыв в пространстве и времени? Спросите это у людей, которые могут жить в моменте здесь и сейчас. Это два человека, это Анастасия Лоскутова и Сергей Соловьев. Мы с ними плотно прожили довольно год, то есть рядом дома были. Этот человек Настя мне постоянно говорил, Руслан, все, ты здесь. Того нет, этого нет, этого нет. Ты здесь, вот море, ты здесь. Понимаете? Девятое, предпоследнее, про способность отступить. Это вот друг наш Иван Халилов, крестьянин, отправил недавно, кому он? Клинтону отправил банку меда, по-моему, что ли, через почту России. Вот мы все боимся тормозить и отступать, и иногда останавливаться, нажимать жизнь на паузу. Это очень похоже на ту историю, когда чувак или пилит дерево, или рубит топором, ему говорят, слушай, наточи пилу. Он говорит, мне некогда, мне некогда, я не могу ее не тормозить. То же самое происходит, когда кошка прыгает. То есть просто попробуйте, не отступив назад, то есть не двинуться назад, прыгнуть вверх, это невозможно. То есть в любом случае минимальное движение вниз, потом вверх. Кошка сначала пятится назад, потом прыгает. Поэтому отступить вначале, прицелиться, присмотреться, это нормально. И то же самое с йогой. Вот это Марина Лемар, наши друзья также с Лешей, и я как-то Махариш и йога слушал объяснение, что такое йога вообще. Они говорят, если вы европеец, можете просто вообще отбросить из головы всю вот эту духовность, может быть, пока вы не готовы. Вы просто поймите простую вещь, что когда вы спите, даже когда вы спите, нервная система нагружена все равно, там обработка идет, дневной информацией. Днем она нагружена, и когда вы просто закрываете глаза в любой позе в молчании, она элементарно отдыхает. Это то же самое, что мы раз в день подточили нож. Или его не подтачиваем, и в постоянном жестком режиме. Но вот два года работая в Хантере, у меня реально было ощущение, что мы меняли просто здоровье на деньги. Бешеный темп просто был. И десятое по поводу счастья. Оскар также этот момент затрагивал. Нисаргадатта Махарадж, есть такой индиец, мудрец, он уже тоже не с нами, к сожалению, делал его. Но он сказал простую штуку, что жизнь – это поток. Жизнь – это поток между наслаждением и болью. И вот какое было мое откровение, что я думал, что счастье – это, короче, как вот едешь по дороге, и такой пункт населенный называется счастье. Ты приехал туда на классной машине, выселился там, построил дом, назвал это все счастье, адрес счастья. И я думал, что это такая точка, в которую приезжаешь, опускаешь стекло и думаешь, о, все, это счастье, я нахожусь тут. Это невозможно. Очень невозможно, потому что все изменчиво. Смотрите, что происходит. То есть ось времени и ось дел. Вот на оси дел вы можете разместить любой прибыль, продажа, все что угодно. Смотрите, что происходит. По поводу изменений. Я видел парня с Самары, ко мне приезжал, он начал зарабатывать 3 миллиона чистыми в месяц. Страшнее, то есть страха в глазах большего я не видел. Ему страшно, когда он зарабатывает 3 миллиона. Ему страшно, когда он перестает их зарабатывать. То есть при любых раскладах есть жизнь вот такая синусоид от одного к другому. И тебе страшно на взлете и страшно на падении. Страшно после момента именно вот этого перещелкивания, когда движение пошло в другую сторону. Поэтому что здесь можно сделать? Вот эта картинка четко показывает, что изменениям вообще не надо сопротивляться, их нужно просто принять. Идет прибыль вверх, отлично. Надо знать, что когда она пошла вверх, следующий момент, куда она может пойти, только вниз. Только вниз, вот никуда она больше. А когда она пошла вниз, она может только вверх пойти. И если вы принимаете все изменения, таким образом вы как бы становитесь на волну от этой жизни, и вы можете на ней расслабиться. Или когда волна на вас идет, то есть мы начинаем погружаться и говорить, что нет, такой приход это нереально, мы начинаем погружаться. Потом, когда волна, уходим, мы говорим, как же плохо, все, и мы хотим наверх. Таким образом, постоянно барахтаемся, тратим силы на непонятные вещи, на борьбу просто с этим миром. Если вы не будете с ним бороться, принимать то, что приходит, борьбы не будет. И изменений не будет только после одного, когда заколотят уже. Поэтому изменения, это и есть сама жизнь. Исхак Адиис об этом говорит. Поэтому что такое счастье? Это просто маленький момент между двумя точками боли. А что такое боли? Боль. Это просто маленький момент между двумя точками счастья. И когда мы сделали какие-то деньги в жизни, я думал, что счастье, это когда ты берешь свои 6-7 чувств, которые есть, они у вас у всех есть. Это когда забиваешь зрение, то есть ты путешествуешь, ты смотришь качественный контент. То есть тут круто, рецептор. Слуховые рецепторы, качественная музыка, другие люди какие-то в другом обществе. Ты хочешь, здесь забил рецепт. Вкусовые рецепторы забиваем, температуру максимально комфортную, обоняние, осязание, все по максимуму. И вот когда мы достигаем максимума, жизнь превращается, вещь превращается в противоположную. И что, собственно, произошло и с нами? Вот вам простой пример. Вы накачиваете свою жизнь удовольствиями, рецепторы забиваются, но прикол рецепторов в том, что они не только чувствительны к зрению или к слуху, или к звуковым волнам, они являются раздражителями. И когда вы достигаете максимума, этот раздражитель начинает просить, вот чувак, обнулись, обнулись, обнулись просто. И через боль вы обнуляетесь. Ну вот то же самое происходит с этим, ну это вы видели уже, стаканом. То есть достигая предела какого-то рецептора, превращается, выливается. Так, сколько времени у нас осталось? Что-то я вообще уже путался. А вот уже самый конец. Я бы хотел сказать спасибо вот лицам, которые слева. Это то, что повлияло за последний год на меня очень сильно. У Льва Толстого я вам рекомендую исповедь прочитать, где он рассказывает о своих самых страшных грехах и что он делал, и что он в конце жизни посчитал, что образование это худшее, что он мог сделать для России. Да, очень много китайских мыслителей, индийских. И я бы хотел выразить огромную благодарность нашим друзьям, всей команде Callback Hunter и всем, кто когда-либо как-то помог мне, нашей команде или Callback Hunter или компании наших друзей на нашем пути. Потому что вот люди, которые были на слайдах, это они сделали компанию. Я очень хочу поблагодарить Мишу Таковинину и Егора Ковальчука за то, что они сделали сегодня такое мероприятие. Это действительно фантастический уровень. Ребята, то есть ребята, они спали реально сколько, я не знаю, неделю, больше, наверное, вчера, тут всю ночь все эти работы. Ничего не работало, короче, все. Потратили огромное количество денег, просто нереальное количество денег. Свет, тут все. Это просто безумие. Такого еще никто не делал. Поэтому я очень благодарен Мише. Я даже в честь Миши сделал футболку. Миша, не знаю, если ты там где-то смотришь. Я вообще, если честно, считаю, что AmaCRM это компания очень свежая, молодая. И вот я считаю, что Миша Таковинин это вот как Стив Джобс. Ну, без аллегорий, без сравней, но просто человек в уровне Стив Джобс современного общества, то есть в России. Я очень рад буду поддержать эту компанию вместе с вами на тех рынках, куда она хочет выходить. И эта конференция в том числе получилась благодаря вам, потому что вы же клиенты все, и AmaCRM, и Callback Hunter, и всего остального. Потом хочу сказать спасибо всем мне друзьям, кто был на нашем пути, потому что дал, дало опыта. За саундтрек спасибо вот Русселине, да, кто-то написал. И одно из последних таких еще. Кто-то знает этого человека? Скажи, кто? Это Сергей Выходцев. Несколько недель назад, к сожалению, Сергей от нас ушел. Сергей Выходцев это человек, фантастически талантливый предприниматель. Колоссальный опыт. Это человек, который создал бренды Invite, которые все еще по франшизе в Африке продаются. 19 раз франшизу перепродали. Invite, бренды Valle, которые вы сейчас видите в супермаркетах, это бренды Быстров, Organic Escape проект на Байкале у него было. Еще несколько проектов, которых, может, вы не слышали. У этого человека 5 детей. И вот он делал как-то конкурс, GSA международный в Россию привозил про талантливых предпринимателей из России и так далее. И вот он, мы когда были в финале, и он реально в нас поверил, и так получилось, что мы от GSA, из 40 лучших предпринимателей со всего мира, в том числе нас двое из России, отправили туда в Вашингтон. и я просто приезжаю на этот финал, и у меня нет английского. То есть Сергей очень, это была ошибка меня туда отправлять, я не знал английского. Потом все проекты были на тему экологии, социальной, такие, а мы IT, ну то есть с IT такой темой немножко, как бы звонки, да, быстрые. И вот тогда, короче, нас никто не понял тогда, вообще никто ничего не понял. и я понял, что странный мир, где побеждает один из 40. Почему, почему один лучше, чем другие? И мы, когда с Сергеем встречались, вот мы с ним разговаривали по бизнесу, а в те паузы, когда мы не разговаривали по бизнесу, мы молчали, потому что этот человек из 90-х, с большим, с большим страданием, скажем так, то жизнь, да, тоже прожила испытанием. Если бы мы с ним говорили, мы бы просто расплакались. Странно, когда два мужика плачут. И я вам хочу сейчас сказать, его слова, то, что он вам хотел всем пожелать, потому что Сергей Выходцев, у него фамилия Выходцев, мы это в конце жизни его даже, он знал, что он уходит, мы это проговаривали, что он как точка выхода просто на что-то новое. Условно такое, ребят, вот война прошла, Чеченская война прошла, война прошла, Вторая мировая, Первая мировая, куча войн были, Куликовские битвы и так далее. Но реально, они все прошли, и сейчас их нет. И сейчас Сергей считает, что рождается совершенно новое поколение людей, где силы и агрессия решают, но не настолько сильно. И есть слабость, мягкость, к которой можно пойти. И есть не только путь предпринимателя, хотя это офигенный, конечно, путь. Вот то, что хотел донести Сергей, я очень рад буду передать его слова, это фантастический, честно, человек. И, да, кто-то, кто-то видит здесь три единицы, кто-то видит здесь трех эгоистов, но заметьте, что все эти единицы, они одинаковые. Так вот, то, из чего мы состоим, мне кажется, что мне 31 год, вам кажется, что вам там, не знаю, 25 лет или 35 лет, но на самом деле то, из чего мы состоим, оно как бы ему 13 миллиардов лет, оно вот с рождения Вселенной, понимаете? Вода, из которой мы на 80% состоим, молекула воды в моем теле, в вашем, в любого другого, она идентична, она не просто похожа, она идентична молекула. Химические элементы, из которых мы состоим, идентичны. Больше того, мы с улитками, по-моему, даже не с обезьяны на 98%, а с улиткой на 90 с чем-то процентов, генетически идентичны. То есть мы фактически вообще, вот все люди, это один человек, все ситуации, одна ситуация. И вот есть минимально вот эти 1-2% различий, это просто наши лица, просто разный опыт где-то и так далее, да? Но по факту мы реально все едины. И вот я считаю, это очень важно не забывать, да, мне как раз подсказывает конец. Поэтому финал такой, отдавайте, это позволит вам пожинать плоды в будущем, а лучше ничего не ждите и помогайте просто так. Сомневайтесь, и это оградит вас от опасности. Ошибайтесь, это позволит вам стать мудрее. Не бойтесь быть ниже, это позволит вам склонять события в свою сторону. Не бойтесь проявлять слабость, потому что так вы сможете победить. Не бойтесь начинать с малого, и тогда достигнете многого. Находитесь в моменте здесь и сейчас, не бойтесь отступать, будьте счастливы. И самое главное, не бойтесь никакой своей эмоции или части вашей личности, потому что все, что перечислено, это есть жизнь. И если мы отсекаем какую-то часть, мы отсекаем просто свою ногу или руку, да? И финал тогда, я вам хочу показать это видео. Не беспокойтесь ни о чем, мудреца зовут Муджи. Не беспокойся ни о чем. Если бы я хотел что-то сказать людям, всему миру, целому миру, я бы сказал, не беспокойтесь ни о чем. Беспокоиться совершенно ни о чем. Помните о том, что вы здесь не случайно. Даже эта форма. Это просто костюм, который вам нужно носить некоторое время. Но тот, кто находится в этом костюме, вечен. И вы должны знать это. Если вы знаете и верите этому, вам не нужно беспокоиться ни о чем. Вы не будете паниковать или спешить по напрасну. И вы позволите себе не просто реагировать на все, а всегда оставаться спокойным. Ваш ум снова погрузится в сердце, и вы начнете видеть из своего естественного состояния. Я хочу сказать, этот мир полон любви. И ваше сердце, все ваше существо, наполнено любовью и покоем. Вам не нужно идти куда-то, чтобы найти покой. Не нужно ехать в Индию, чтобы найти покой. Не нужно уходить в Ямалай, чтобы найти покой. Не нужны Карибские острова для покоя и счастья. Потому что настоящий покой и счастье именно там, где вы находитесь. Если бы я должен поделиться чем-то, это было бы истинное Я, когда вы говорите Я. Подлинное значение этого слова — радость, счастье, жизнь, а также свидетельствование жизни. А все остальное не так уж и важно. Все остальное просто уходит, как проплывают облака по небу. Вам не нужно пытаться удерживать облака, потому что как долго это продлится? Позвольте им просто плыть. Это не значит, что не нужно наслаждаться обществом и своей семьи. Наслаждайтесь тем, что происходит и будьте счастливы. Просто счастливы. И знайте, что бы ни происходило в жизни, в конечном итоге все в порядке. Все прекрасно. Намасте. Намасте. Это все, что я хотел вам сказать. Счастье, счастье. Абсолютно серьезно по поводу трудоустройства котов. Их двое. Вот это Барин Серегин, который был серый мышь. Если вам нужны эти коты, просто подходите, они сейчас уже популярные. И собака, кстати. Собаку зовут Нагана. Тоже можно пристроить. Немножко, кто хочет. И если вам понравилась презентация, я бы не так сильно на аплодисменты напирал на самом деле. У меня есть один человек, перед которым я в долгу. Имя его вам сказать не смогу. Вы его часть даже знаете. Тоже человек небезызвестный. Но я вас попрошу отправить смс к этому человеку. Для вас это всего стоит будет рубль по тарифам вашего сотового оператора. Напишите любое пожелание, которое вы пожелали бы другу. Просто так. В качестве благодарности за эту презентацию я буду очень благодарен вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok